Итак, друзья, настало время посмотреть игры, достойные, в принципе, вниманию, из любительской сетки. И у нас Аскорбек будет играть против Мура. В этой сетке, в принципе, тоже сейчас свои авантюры неплохие, такие там развязочки происходят. Как раз-таки у нас Мура, который пока идет без поражений. Аскорбек также идет без поражений. Хотя нет, Аскорбек поиграл одну игру, со счетом 2-1. А Мура вроде как выиграл одну игру, да, 2-1 у Шогуна. И тому же Шогуну проиграл Аскорбек. То есть, если в случае сейчас победит у нас Аскорбек, то там вообще вот круговая такая завязка у ребят. Получится, что все будут по одному победе, по одному поражению. Но если же побеждает Мура, то он себе, в принципе, обеспечивает победу в этой лиге любительской. Поэтому все в его руках. Посмотрим. И у нас Аскорбек начинает играть за подрывничка против Муры. Мура у нас Китай-огонь. В принципе, равненький рандомчик. Тут можно и огоньком сыграть хорошо. Можно и под древом сыграть неплохо. И смотрите, как Аскорбек разбегается двумя рабиками. Даже тремя рабиками разбегается. Ну ничего себе. Со всех сторон решил он сейчас, видать, Муру разделать. Но пока рабики просто стоят. Ничем не занимается. И три подрывника побежала вперед. Мура побежал на вышке и также садит в домик пацана в надежде убить от этих шахидиков. Минус один Аскорбек не контрит. Так, одного спасает все-таки. Так, прям под вышкой уже у нас постройка дот. Ну, конечно, слева вышку должен взять сейчас Мура. Пока Аскорбек спит, уже данному крабикам что-нибудь сделать. Центр тоже Аскорбек спит. Один сапплай, второй вышел. Так, у Аскорбека денежка есть. Ну, куда? Да, все, отлично забрал дозера Аскорбек. Только сейчас Мура начинает строить завод. То есть, экономически он не очень сейчас хорошо все поладил. Где-то в каких-то расчетах ошибся. И поздний завод. Это плюс для подрыва сейчас. Очень хороший плюс. Взял лычки, кстати, на технику Мура. Так, ну сейчас нужно подрывничков, точнее Аскорбек подрывничков делать. А, ну решает Аскорбека засадить в течь пацана и сюда приехать, захватить пышку. Можно было просто мультиком доехать, мне кажется. Проще было бы. А, или здесь решил захватить. Здесь пацаны сидят. Нужно, мне кажется, все-таки сейчас было Аскорбеку делать подрывников, сажать в течь. Ехать и просто подрывать эти сопла. Хотя, в принципе, предостерегся Мура. Заминировал свои сопла. И готов завод. То есть, в принципе, неплохо. Можно забирать вышку под прикрытием течи, которую расстреляют этих пацанов. Здесь тоже Аскорбек может забирать вышку. То есть, экономически сейчас Аскорбек может выйти вперед. Пока спам мотоциклов не видим, а подрыв уже готовится. Спит Аскорбек. Забыл. А, у Аскорбека даже не выучен захват. А что это он так? Заранее готовится, да? Так, и Дозер поехал от Мура в центр. Это значит, можно занять соплай в центре. Да, так и делать. Молодец, Мура, в принципе. Правильно делать дела. На экономику подсядет. Пойдет второй завод строить. И поплёт спамом. Так, вышел Дракон. Аскорбек подрыв, но свои соплаи не минирует. И вторая казарма. Правильно делает Аскорбек. Сейчас будет спамить он. Сколько смотрим? Уже сыграли почти пятая минута. Рапик до сих пор тут стоит. Никто его не трогает. Не знаю, вроде белый флаг не вытаскивал. Эй. Уснул что ли? Или не хочет строить ботинок? Кому не купил начальника? Да. Стоит пацан. Ну, смотри, как Дракона хорошо. Ууу, ну что ты сделал? Зачем Мура? Надо было дальше добивать что-нибудь. Хотя бы Рабиков сжечь. Здесь уснул. Надо идти сжечь сопла. Пока есть время. Аскорбек захват должен выучить. Да, выучил. Так, много пехоты. Но все-таки, наверное, огневиков тут не хватает. Потому что против подровенчиков эти ребята вообще ничего не сделают. Так, минус сопла оскорбеку. Отменено. Кстати, встретиться с казармом. Оскорбек спит. Не достраивает. Еще ни одного мотика не вылезло оскорбеку. По-надежнее сейчас все-таки Мура играет. Потому что уже второй завод строится в 3 сопла. Экономический, конечно, жмет хорошо. Оскорбеку пока только одна вышка. И один соплай. И в Муре также есть вышка. Опять проходит дракон. И будет сжигаться одна казарма уже. Ну, почему оскорбек делает? Ну, по 4 мотика. Но это долгий процесс. Уводится соплай. Испугался с карач. И сейчас Муре нужно не спать. Ловить этот соплай. Так, секунду. Закрою сейчас все браузеры. А то начинает все подвисать. Так. Ух. Второй соплай опять вывел оскорбек. И в итоге сейчас никаким пока не добывает. Ну, вот наконец-таки побежал добывать денежку. Так, ну, Мура вообще может сейчас свободно уже в 4 соплай. И в 3 завод. Вообще не парясь. Оскорбек. Потому что очень неудачно. В принципе, начал-то удачно. А он продолжил очень неудачно. Игру эту. Да, и 4 соплай от Мура. Очень сейчас хороший шанс. Все правильно. Спамят вихревых танков. Против мотиков. Вот тут еще есть тараканы. Ну, против тараканов есть ракетчики. В принципе, правильно играет Мура. Так вот надо поторопиться. Муре не стоять, не ждать. Потому что Аскорбек сейчас очень ослаблен. Пол уже будет соплай. Здесь вообще ничего не защищено. Аскорбек мог давно уже минок здесь построить. Блин, ну, и кто бы даже не прошел к нему. Но он этого не делает. Да, и Мура уже играет 4 соплай. С левого фланга также пошел. Пошло скопление войск. Пока по правому ничего. О, здесь небольшой такой пост. Аскорбек расположен. Но тогда сейчас хотел минки дать построить Аскорбек. Или что это было. Скоро всего, постройка ДОТ была. И Абулом, конечно же. Так, ну здесь зря Мура просто так сливает свои вихревые танки. И опять в один соплай остается Аскорбек. Ничего не поделаешь тут. Да. Завел в норку. Правильно, починил. Можно выводить. Нет? Дохлый соплай все еще едет. Завел и не вывел. Так называется эта история. Ну, мне кажется, Аскорбек уже обречен тут. Потому что, ну, экономически задает Мура. Тем более, что у него мощные танки. В принципе, хорошо разобрался. И третий завод. Все правильно делает Мура. В принципе, у него, он уже с двумя на расправится. Аскорбек совсем уже подавлен. Со всех сторон. Его можно даже сюда дозером прикатить. Здесь соплай поставить. Так, чисто уже. Показать свое доминирование по полной. Побежала куча пехоты. Пытается миксовать Мура. Все правильно делает. Ай-яй-яй. Ну, за танками своими, конечно, не следит. И просто их теряет. Ну, Рабик, смотрите, сколько много функций делает. Пытается себе сбить эту постройку дот. Но Рабик чинит, чинит. И поэтому она все время выживает. Уже двое лучик. То есть, два раза быстрее нарастал строительство пушка. Ну, не в два, а где-то в четверть раз точно быстрее. Так. На время пока минус одна казарма. Пошли галбицы от Мура. Ну, смотрите, отбивается Скоробяк, да? Несмотря на этот, то есть, натиск. Сейчас поймается здесь дракон. Мог Скоробяк давно эту вушку уже уничтожить. Так, ну, если будет минус завод, это все. Никаких мочеков больше не будет. Никаких танков, да. Молодец, Мура. По назначению используют своих ракетчиков. Ну, и все, Скоробяк остается одной пехоты играть. Ну, как вариант, конечно, апгрейд выучить. Там засекретить своих камикадзе. Но это уже так, побаловаться. Вдогонку поехал. Танк уничтожает Саплайся, правильно. Да, тут уже и галбицы жмут. Ну, все, у Скоробяка просто не остается шансов. Завод даже не установить. Много камикадзе, но вихри расправятся. Ну, нельзя, конечно, взять на этих пацанов. Ай-яй-яй. Не контролит свои юниты, Мура просто так теряет. Ай-яй-яй. Неужели сейчас потеряет опять? Ай, ну как так? Нужно отъезжать же, елки-палки, а. Так, минус нет. Вот здесь контролит, молодец. Мура и галбица. Ее все-таки не контролят. Галбица все-таки добивает Саплай. Ну, танк-то спаси. Пацан домой хочет вернуться с войны. Ах. Все. Так, ну, тут уже все, пошла армада. Все, можно, в принципе, в Скорбеку сдаваться. Тут осталась одна казарма. Все, что у него есть. Но в Скорбеке есть свой девиз. Не сдаюсь никогда. Достаточно такой боевой девиз. То есть будет играть до последнего здания. Ну, можно же не париться, мурить, ничего тут не убить. Просто уничтожить эту казарму. В принципе, все. Будет ли что-нибудь сверху обстраиваться? Нет. Есть Рабик. И даже есть шесть косарей. Давно мог тут уже целую цивилизацию, блин, сделать в Скорбек. Но он этого не делает. Все. Поздравляем Муру с первой победой. Но еще предстоит сыграть две игры. Ой, у меня тут счет стоял. С прошлой игры. Так, извиняюсь. Ставим мы все по чесноку. Все как есть. Так, переходим к следующей катке. Выбрал у нас, выбрал Скорбек пустынную ярость. И ВВС, Скорбек. И Мура. Полевик. Ух. Какое противостояние на этой карте. Можно и тем и тем генералам сейчас хорошо разбегаться. Но если сейчас Мура даст ВВСнику время, конечно, ВВСник начнет спамить хам, вылетать самолетами. И будет все очень плохо. Вот так, выбежал один Рабик сразу на фланг или к вышкам. Можно сейчас, кстати, неплохо дозерами раскататься в море. Поездить там как-нибудь по углам карты, подъехать там к соплайчику, что-нибудь натворить. Так, а Скорбек ставит соплай, это дозер. Ну, не хочет Скорбек пока бороться за вышки, да. Пас на своей базе. Поотсиживаться. Да, ну а Мура сразу на вышке все правильно делает. Так, вышел первый в соплай Амуры. И поехал в дозер, куда? Спрятался за станцию, да. Ракетчики. Завод, понятно, правильно. И будем ждать, значит, хамвей первый. Через Аэрофилд не рискнул пойти, а Скорбек. Пока один Рабик у Мура добывает, в принципе, деньги есть. Да, можно даже еще один соплай. Ну да, он выбрал еще один соплай. Долгим путем, в принципе, доедет. Но сейчас Скорбек успеет полный хамви набрать, сюда приехать. И смотреть этот дроп от Скорбека. Или просто Чинук летает на разведке, непонятно. Мне кажется, что дропят те самые два ракетчика. Только на что эти ракетчики, они сейчас вообще никуда не годятся. Разве что соплай побить, если Мурок, конечно, будет невнимателен и не раздавит их. Неужели так и будет? Ну, как мы видим, в принципе, достаточно необоснованный такой непонятный, неудобный, я не знаю, как еще слова подобрать, раш. Вообще, ну, просто такой раш можно использовать против игроков, я не знаю, новичков. Но, как видим, Мурок поддался на этот раш. Но все-таки он не теряет свой соплай, смотрите. Ладно, будем считать, что не занубил спас сопла, но надо срочно отчинить его, либо тут норочку строить, либо к заводу их отчинить. Уже в два сопла играет Мура. Правильно, два ракетчика. Если что, хаммер ловить. И вот он, кстати, тот коварный дозер, про который я говорил. Который должен как-нибудь по краешку проехать. И он едет, нужно управление. Так, ну, видео по карте сейчас. Территориально все Мура под себя берет. Очень сейчас у него много шансов. Так, ну, а Скорбек, я думаю, не должен пропустить этот дозер, потому что хаммер с ракетчиками есть. Было бы, конечно, надежнее охранную систему построить. Да, и сразу убивать поехал. Свой соплай. Успеет, все нормально. Ну, дозер хороший прошел. Достаточно. Так, ну, если сейчас Мура тут, правда, немножко тормозит. Можно было эти две вышки забрать. Ну, Мура вообще уже мог играть два сопла, четыре вышки. Тут можно еще смело два завода лепить с памяти. Просто все давить ко всем чертям ВВСника. Также здесь норочку влепить сопла и вывести. Ну, все шансы сейчас у Мура, на самом деле. Очень высокие шансы. Но у Скорбека есть, в принципе, грозная группа. Три хаммера, которые нечем отбивать. Потому что Мура спамом не занялся. Есть у него, конечно, кое-какие юниты, но они совершенно беспомощные сейчас против трех хамвеев. Забираются таки Мура две вышки. Можно Скорбеку сейчас их сразу уничтожить. Да, что он и будет, наверное, делать. Нет, не будет он этого делать. Правильно, надо убить Рабика. Самому Мур уже приехать занять позицию. Ух, минус дозер, Скорбеч. Но заметил эту ситуацию. Наши Скорбеку должен знать, что сейчас где-нибудь сбоку подъедет КВАД. Так, все-таки Скорбек уничтожает Муревышки. Пока Муре просто нечем отбивать. Мне кажется, хороший, конечно, способ был бы сейчас на спаме течей. Заскнуть туда ракетчиков. Ну, просто можно было поймать этих хамвеев, и все. Еще хамвеев. Ну, смотрите, с одного сопла я спамят Скорбек. Уже достаточно хорошую группу набирает хамвеев. Это просто играет он как в Зерохауэр сейчас. Там очень любят так делать. Кучу хамвис, ракетчиками, спамить. Самая стадия игры. Смотрите, контролирует в свеченнике Скорбек. Молодец. То есть территориально сейчас макроэкономика у Скорбека очень даже плохая. То есть никакого развития нет. На одном сопла сидит. Хотя, именно сейчас Скорбек уже пошел ко второму сопла. И сейчас влепит сопла, то он будет молодцом. И нужно Скорбеку сейчас просто приехать. Развалить всю эту кучу, разнести завод и все. Тут дальше. Ну, хотя Муроус и сопла надежно защищает. Смотрите. А, я сейчас потеряется два хамве. Хорошая позиция стингеров была. Сколько Муроус? Шесть тысяч. Вот это флуат. Офигеть просто. Ой-ой-ой. Высаживать надо. Минка хорошая. Ух, как шикарно. Так, восстанавливает Скорбек все-таки второй сопла. И плавненько в нападении у нас вбегается Муро. Немножечко, наверное, перемотает. Потому что долгий процесс. Как я понял. Да. И пошел наступление у нас Муро. Один хамве сливает с этой группой. Неужели будет минус завод? Так, ну нет. Все-таки отбивается Скорбек. Здесь уже достаточно активно добывается второго ресурсника. В принципе, экономический Скорбек выходит на хороший уровень. Второй завод от Муро, мне кажется, уже достаточно поздний. До сих пор это зацепляет колено. Ну как так-то? Скорбек даже мог здесь проехать. Просто хамве, мяно. Он пытался. Здесь минка была хорошая, да. Забирается слава назад. Все пытается Муро добить завод. Но никак. Мотаем, мотаем, смотрим. Уже 10 минут играли, пока все на месте стоит. Спамят Скорбек танки уже. Опять хамве с ракетчиками. И слева фланга у нас наступление. Да, пошли стингеры, пошли танки. Пока без ракет. Или с ракетами уже. Ну вообще супер. Сейчас можно спокойно цепа отхватывать. Ух, уже самолеты у Скорбека появились. Аэрофилл построил. Правильно. Карается потихоньку пехота. Так, ну неужели сейчас эти охранные системы затащат? Не, ну сейчас хамве на помощь придут. В принципе, я должен. Точнее, думаю, что должен сейчас Скорбек спасти со Саплай. Успеть. Ну, боится как-то что-то он. Ждет. Ну, можно было не ждать. Забук следуйте. Да, и сохраняется Саплай Скорбек. Ну, на его базу уже опять нападает сверху. Вот из этой нарызлой все идет. А, вот здесь завод так же. Так, ну Скорбеку, да, достаточно просто постарать охранную систему и все. Так, стоит выбить, наверное, эту галбицу. Вот же летает самолет каленый. Ну, заряда там мало. Так, отбил успешно Скорбек свою базу. Еще немножечко перемотаем. Ждем следующего наступления. Так, смотрим. Минус пехота. Одиночные галбицы сливаются. Это плохо. Это ранг вывестнику. Так, летает, летает. Смотрите, Скорбек. Так, благополучно. Даже влюбил тут патриотик. Смотрите, умудрился муродную ушку прихватить. Карает потихонечку Скорбек, Юнит и Моро. Еще немножечко перемотаем. Опять атака слева. Вот здесь понадежнее закрепляется уже. Скорбек правильно делает. В принципе, три Скорпиона. Ну, и самолеты, конечно, очень хорошо разбирается. Молодец, Скорбек. Все-таки, смотрите, Скорбек даже на перехват пошел. Ну, вообще, шикарно. Все-таки, Моро не хватает именно хорошей армии, кучности. То есть, давно мог сюда подъехать, влюбить норочку и оттуда вылезти, там, не знаю, галбиц 8, там, куча кладов, там, парочку, Скорбков и пехот и все. Все, спокойно отбил бы эту позицию. Но нет, не получается так сделать. Вот хорошая норка. Как раз-таки, такая норка стратегическая, которая могла бы здесь быть хорошей. Здесь тоже еще шикарно, можно так же вылезти. И даже забрать командный центр. Потому что кто, пока нет, Скорбек уже мог давно, он третий ранг, зато есть, ну, ничего себе. А куда я использовал? Что-то я даже не понял. На вертушек ничего нету. Опять наступает у нас Муро. А Скорбек, в принципе, разгребает всю эту кучу. Достаточно простенькая тут. Бумба, это как ее называется, забыл. Бур-бам, бур, у меня уже язык ломается. Ладно, просто галбиц ее назовем. Это стратегия оборонительная для США. Так, и немножко мотнем. Опять у нас пока ничего не происходит. О, вот это хорошие, кстати, штуки. Целеуказательные. Вообще мощно долбит. Очень огромный радиус. Все будет сметать на своем пути. Самолет летать. И вот он, выпад. И смотрите, как круто бьет А-20. Где, где, где? Вот он. Вот это да. О, пошли шикарные самолеты. Ну да, третий ранг, ВВСник. Ой, как тяжело полевику. Были полевика вначале все, просто шансы. Пока они еще, конечно, есть. Но, как мы смотрим, в технологии у нас ушел пока только ВВСник. У которого вообще все шикарно. Так, пошел на падение Аскорбек. Есть рынки уже у Глашника тоже хорошо. Вторичная экономика нужна. Минус один. Так, ну, здесь должны Хаммера справиться, да. До сих пор уже третий ранг Пушек Тауни. И случилось Аскорбек. Третий завод от Мура. Так, вышку тут почему не забирается? Вот стоит пацан же. Так, ну, сейчас следы очень даже хорошая здесь штука. Потому что против Тигеров можно подъехать, спокойно разбить их. Даже ракетчики тут не помогут. И минус завод на Мэйне. Да. Очень смешно Аскорбек. Атакую, сейчас Мэйн. И просто убрал тут все здания. Все. Остался здесь. База у Мура. И со мной сапплай добить надо Аскорбеку. Аскорбеку, все шикарно. Два сапплая, две вышки. Ууу, технология Аскорбеку, все шикарно ушел. Как я говорил, что в макроэкономике развития очень плохо начал Аскорбек. Ну, на данный момент я скажу, что Аскорбек очень даже преуспел. За счет технологий-то сейчас он тащит. Так, и пошел зону сброса. На самом деле, вот такая кучная база. Очень опасно ставить, потому что одним арт-ударом очень много-много... Очень можно многое потерять. Вот сюда от арт-удар влепить. Тут можно зону сброса потерять, целеуказатель потерять, реактор потерять. То есть, лучше так не строить, но... По красоте можно, по фану. Так, и сдается Мура. Да, сравнивать что-то с Аскорбеку. На самом деле, тяжелая, очень трудовая, волевая игра была. Вообще, прям... Затащил Аскорбеку, молодец. И последняя игра, как раз таки, сейчас и решится. Либо Мура будет первым в лиге любителей, либо придется ему все-таки дальше спорить, кто лучший среди. Там Шогун есть игрок, у которого Мура 2-1 победил. Но Шогун победил Аскорбека 2-1. И сейчас решим, что будет так. Ядер Аскорбек и ядер Мура. Ну, вообще, просто суперский. Суперская третья игра. То, что надо, как раз таки, определить, все-таки, кто сильнее. И определить у нас это Мирор. Игра Мирор. То есть, это зеркальная игра. Тем более, ядерно-ядерно. Вообще, просто шикардос. Что можно придумать еще? Что можно сказать? Немножечко развития мы сейчас отмотаем. Вкратце все расскажем. Так, пошел у нас Муров 2 сопли, но причем пошел он... Не на своем мэйне брать сопли, а даже выдвинутый. То есть, можно даже в 3 сразу уйти, сейчас будет сопли. Но в Аскорбек все по стандарту. Два завода, наверное, будет. Корявенький сопли. Да нет, пополз куда-то до дозер. Да, два завода. А Мура будет с казармой или с заводом. Интересно со вторым играть. Тоже, нет, казарма. Ну, в принципе, вот на этом коротке правильно, да, сюда сейчас здание засесть. Но зато сейчас у Аскорбека будет спам помощнее. Больше танков будет. Пошли ли уни... Да, пошли уже первые юниты. Сейчас увидят... Сейчас... Как удачно идет. БМ это Аскорбека. Сейчас просто поймает он этот дозер. Да, и как раз туда, куда нужно, приехал Аскорбек. И второй завод Мура. Ну, вот тут уже БМ пришел. Молодец Аскорбек. Хорошо разъезжает. Активненько. И сейчас поедет ресурс ломать. Пытается угнаться Мура. И здесь ресурсы. Ну, вообще, заспамили сейчас Муру. Да, успевает. А, ну, в принципе, да, ракетчики разбираться. Не зря была казарма построена. Смотрите, Аскорбек тут как спамят. Переспамливают Муру за счет двух заводов. Да. И можно забирать Саплай. Саплтраки. Лучков он уже БМ. Ракетчики, конечно, пробежали, но Саплай потерян. И уже грозная куча это Аскорбека по центру. И все идет к тому, что Аскорбек 2-1 должен вытаскивать все-таки эту игру. Все, у него шансы сейчас. Ну, можно было не бояться ракетчиком. Можно было просто напролом его раздавить. И пошла куча котлов. Испугался Аскорбек ракетчиков. Дружно строим этот пацаны. Под командованием Аскорбека у нас. Не дают построить Мури на базе Саплай. Все, разбит Мури. Ну, на этой карте достаточно быстрая игра. Это на самом деле не всегда так бывает. Поздравляем Аскорбека со счетом 2-1. Он берет первую победу на турнире. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok